Нефтевышка у села Лесное. Это тот бизнес, ради которого я работал последние несколько месяцев. Я потратил на него все свои наличные деньги. Но, к сожалению, недавно я его потерял. Но у меня остался последний шанс. Это моя Bugatti Veyron. Недавно я на ней уже выиграл Лешова и забрал его Lamborghini Aventador SVG. Я думаю, это будет мой единственный шанс отбиться и забрать деньги. Всем привет, чуваки! С вами Стэн Лютер. Добро пожаловать в новую серию. Как вы помните, в прошлой серии я вам сказал, что я потерял бизнес, на который поставил все свои деньги. И все, что у меня осталось, это Bugatti Veyron, на который благодаря гонкам это будет мой единственный шанс обратно отыграться и вернуть те деньги, которые я потерял. Это самое. А кто тут сидит? Это я. Ну, надеюсь, ты меня помнишь. Это самое, что хотел сказать. Помнишь, я тебе говорю, что когда я возьму Химеру, твоя Veyron станет моей. Помню, помню, да. Сегодня я предлагаю тебе снова гонку, ключ на ключ, в котором ты ставишь свой Veyron, а я ставлю свою Химеру. Ты согласен? Подожди, Жек. Ты все-таки услышал пацанов и решил купить Химеру, чтобы опять мне ее подарить? Ну, не знаю. Ты самоуверенный, как и в прошлый раз, но понимаешь, это уже другая тачка, другие цены. И Химера быстрее Veyron разгоняется, если ты еще не знал. Короче, я знаю одно, что у тебя дофига бабла, ты миллиардер. Ты в Химеру что умеешь, что потеряешь, у тебя ничего не изменится. У меня все, что у меня осталось, это вот это Bugatti Veyron. Еще у меня вот 10 миллионов рублей есть, то, что у тебя там со стейджи снял, вот все, все вот это остальное. Поэтому у меня ва-банк, либо все, либо ничего. Понимаешь? Я играю на все, что у меня осталось, а ты просто играешь на Химеру. Ну, а вдруг ты сейчас проиграешь свое последнее имущество? Я не верю в это. Ну, ладно, пошли посмотрим на твою Химеру. Пройдем, пройдем. Это Макларен или Кёнигсек? Я не знаю, что это. Ты сам не знаешь, у тебя Макларен или Кёнигсек? Кёнинг. Опа, опа. Да, слушай, неплохо. Мне такая машина не помешает. Ну, помешает, не помешает. Она еще все-таки не твоя. Ладно, давай посмотрим, что у тебя там есть. Пацаны, чтобы вы понимали, сразу скажу. Прежде чем вообще делать все гонки, я посмотрел в автосалоне все самые быстрые автомобили, которые есть в игре, самые дорогие, за 100-200 миллионов рублей, за 50 миллионов. Я вот реально, вот по моим наблюдениям, самая быстрая машина вообще в игре, когда-либо существовавшая, это вот эта Кёнигсек Гимера, на втором месте Бугатти Верон. Разница 1 секунда до 200 или до сотки, я уже точно не помню. Но у тебя есть третий стейдж? Да, да, да. Да, у меня тоже есть. Там вообще жесть, пацаны. Там разгон 4 секунды до 200, если я не ошибаюсь. 4 секунды до 200. До сотки там 2 секунды, по-моему. 900 лошадиных сил, максимальная скорость 520 километров в час. Запоминаем. 925 лошадиных сил, 520 километров в час. А теперь давай мою посмотрим. Как думаешь, у тебя шансы вообще есть? Я считаю, что у нас разница есть, но не сильно большая. Но так как я очень хороший ездок, я поставлю всё на свои умения, я считаю, поэтому я смогу выиграть. У меня есть шанс. У меня тоже третий стейдж. У меня 925 лошадиных сил, максимальная скорость 529 километров в час. Сколько у тебя лошадиных сил, напомни? Я уже, честно, забыл. Я тоже. Так, у меня 925, и у тебя 925. А, ну слушай. У тебя максимальная скорость 520 километров в час, у меня 525. У меня, но, но зато, зато у тебя, по-моему, лучше разгон. Разгон, совершенно. Поэтому мы всё равно с тобой до 500 километров в час не сможем разогнаться, мне кажется, в любом случае. Поэтому, смотри, делаем как обычно. Едем с тобой сейчас на трек, делаем спринт, 2-3 гонки, посмотрим, кто выиграет. После этого едем на трассу. Поехали. Ты уверен, что получится у тебя сегодня забрать эту сумму? Жек, у меня нет выбора. Я проиграл 200 миллионов, я потерял 200 миллионов рублей. Мне либо идти в казино, либо гоняться с тобой, понимаешь? Но лучше бы ты пошёл в казино. Лучше бы ты сам пошёл в казино. Тебя жизнь, тебя жизнь ничему не учит. Да, проверим, давай проедем. Ну что, начнём? Давай, первый раунд. Пацаны, если честно, я уже немножко волнуюсь. Начинаем. Красный, жёлтый. Ух, ну с богом. У меня не пока... Чего? Ушёл, первый есть. У меня спидометра не показывало. Я переключился просто наугад. У меня краш, у меня краш. Но ты первый был в любом случае. Жесть, жесть. Первая гонка проиграна. А я говорил, что химера делает вещи, поэтому... Шанс номер два. Сейчас я ещё сильнее начинаю нервничать. Ничего, я надеюсь, у меня всё получится. Тогда, понимаешь, я раньше времени, наверное, переключился. Так, бесплатный. Да, да, конечно. Погнали. Не, может реально тебе поддаться? Не-не-не-не-не. Какой поддаться? Если ты хочешь мне подарить машину, ты можешь мне просто так подарить химеру и на ещё одну сделать гонку. Просто так нет. Красный, жёлтый. Всё, погнали, погнали. Ёпта. Раньше времени переключился. Ё-моё. Ай-я-я. Да, не надо было мне раньше времени переключаться. Ай-я-я. Всё. Видишь? Химера делает вещи. 2-0. Третьей гонки нет смысла делать. Даже если будет 2-1, ты всё равно выиграл. Поехали на трассу. Жесть, пацаны. Первая гонка проиграна. И Зи вообще не почувствовал. Так, это получается, сейчас едем на трассу, да, и там... И там я тебя выиграю. Я тебя со старта делаю, понимаешь? Это уже не ламба, знаешь, и типа... А тут тебе точно легко не будет. Ты мне что говорил тогда? Ламба стоит в 2 раза дешевле, да? В 3 раза дешевле в моей Бугатте. А едет не в 3 раза медленнее. Твоя Химера стоит в 2 раза дороже в моей Бугатте, но она не едет в 2 раза быстрее, понимаешь? Но вот тут действительно тот аргумент, с которым я согласен, вот честно. Но потому что Вейрон не сильно, типа, уступает Химере, но при этом в 2 раза дешевле. И это рабочий аргумент. Это жесть сейчас будет, пацаны, до южного. На счёт 3 давай. 1, 2, 3. Я со старта делаю? Со старта делаю? Чё происходит? Ё-моё. Хорошо. Давай, давай, давай. Ой, занесло. Ой, занесло. Ой, занесло. Чё, как мне выехать обратно тут деревья? Знаю, я тебе говорю, что лучше... Жесть, пацаны, жесть. Не. Давай, давай, сейчас ты там где-нибудь влетишь, может. Ебой. Всё, проиграю. Что, всё, ты не доехал ещё? Сейчас врежешься где-нибудь ещё? Нет. Всё, всё, я врезал всё. У меня сломан двигатель. Получается, что я выиграл. Подожди, у нас уже три гонки. Жесть. Всё, блядь, такой бред. Так, ну что, второй раунд. Он может быть заключительный, кстати говоря. Если я сейчас выигрываю, это сухая. Туда едем? Предлагаю тебе прокласть наш будущий маршрут. Едем отсюда до лесопилки. На счёт три. Один, два, три. Так, со старта, со старта. Да какая фора? Не надо мне твоя фора. Так, на старте я тебе делаю. Ого. Чё, ты врезался там? У меня игра просто... У меня игра просто пролает. А где ты там? Чё ты отстаёшь? Чё? Сука, скутеры-то наставляли, идиоты. Чё ты, Ахимера, не справляется с поворотами? Тихо. Сейчас догоним. Чё, тихо, ты. Столб, столб. Аккуратно, аккуратно. Вот тут надо быть очень аккуратным. Очень аккуратно. Вода меня спасла. Лесопилка справа, я почти приехал. Я финишировал уже. Что ты уже финишировал? Я уже финишировал, на финише стою, дорогой. Чё ты меня обманываешь? Ну, она получается. Всё, всё. Я на финише. Ну, хорошо, одинокий. Ну, хорошо, ну, хорошо. Фух. Так, значит, смотри, что у нас получается. Первую партию гонок ты выиграл. Сейчас, если я выиграю вторую партию гонок, у нас будет третья партия. Если ты сейчас выиграешь, то ты две партии уже выиграл, и всё, мне уже бесполезно третью делать. Давай отъедем чуть подальше, поедем на трассу. Третья гонка, едем с тобой до казино Латкарина. Только едем по этой трассе, нельзя там срезать по деревням, нельзя срезать там по лесу, всё остальное. Если ты слетел с трассы, то обратно возвращаешься на трассу. На счёт три. Один, два, три. Хорошо, я начал. Слушай, моя дочка быстрее твоя разгоняется, твоя только потом начинает. Да, 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 вот. Кто бы я не сильно сказал. Тихо, 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 тихо. Ты туда не поехал? Нет. Есть, я вырываюсь. О-о-о, поворот, опасненько. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Чё, ты влетел? Я тебе говорил, что тебе не поможет ничего, понимаешь? Если я лучше тебя вожу в автомобиль, тебе ничего не поможет. Ты уже финишировал? Нет, нет, я ещё еду. У тебя ещё есть шанс, вдруг я сейчас въебусь куда-то. Штраф, ладно, платим, платим. Ну чё, гимера у нас за 120 лямов будет. Тогда мы окупим все штрафы в моей жизни просто. На, ты застрял. Сорян, пацаны, что у меня лагает. Просто такая скорость ещё и с графой. Я куплю себе помощнее ком, такого не будет. Всё, я у Казика. Я у Казика. Есть. Фу, я у тебя ещё и крашнуло. Ну давай, я тебя жду у Казика. Пацаны, я вообще не верил в то, что я... Я вообще, когда я проиграл и спринт, и первую гонку проиграл, я вообще не верил, что мне что-то получится. А как это так, подожди? Короче, пацаны, я вспомнил. Его машина разгоняется до 200 за 4 секунды, моя разгоняется за 4,6 секунды. Плюс, когда я считаю до 3, если я чуть раньше тебя вырываюсь, эти миллисекунды, они нивелируются, получается, понял? Поэтому сейчас будешь ты считать первый. Ну, посмотрите. Жек, я тебя встретил. Да-да. Так какая у нас заключительная гонка, в чём заключается, как проводится? Сейчас я разберёмся, Жек. Чё ты от него бегаешь? Куда ты бежишь? Делаем вот как. Мы с тобой сейчас находимся в Латкарине, сделаем круг по всей карте. Только не прямо от Латкарина до Латкарина. Мы с тобой поедем через Кремль по трассе, потом по этой трассе едем в Арзамас. С Арзамаса едем по трассе, как в Армейск. Понял? По самой длинной трассе всё это делается. Ага. Армейск, Батрево, Барвиха и Южный. То есть мы практически всю карту огибаем. Нельзя сокращать. То есть едем в Кремль, Латкарина, Арзамас, Армейск. Там проезжаем Батрево мимо, проезжаем мимо Барвиху. Потом едем, проезжаем мимо торговый центр с Горелью. И финишируем на кольце, где надпись Южный. Так, а где финишируем в конечном итоге? В знака Южный. Так, раз. Зелёный. Так. На старте я сейчас сразу сделаю. Ты меня пролгал и обогнал меня. О, такая же... Так, тихо, 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 тихо заносит. Офигеть. Чё у тебя произошло? Гидра нужна на Химеру. А у меня тоже нету гидры, ничего страшного. Едем, едем. Хух. Какой же кастрат иногда, боже. На этих быстрых тачках я не могу ездить. Ничего, ничего. Подожди, мы только проехали с тобой 10% гонки. А то я вообще ничего ещё пока не решаю. Аккуратный дальнобойщик. Аккуратный... Так, тут чуть-чуть сбавляем скорость, сбавляем. Где ты едешь? Авария! А, так мы вот. А вот он ты! Ну, конечно, я же въебался. Аккуратно, аккуратно. А, опять автобус кончен. Я его объехал. Так, нам надо в Батрево. Это будет самый ближний путь. Так, и здесь будет быстрее всего. Блин, знак. Чё ты меня догоняешь? Вот я тебя вижу, ты сзади. Вертолёт. Аккуратно, это вертолёт у ДПС будет. Всё, всё, пацаны. Мы выехали с Арзамаса, самый опасный участок мы проехали, можно сказать. Хотя, на самом деле, это не так. Здесь везде опасно. Сколько едешь? Сколько километров в час? 290, 300, 360, 380, 400. Догонять! Догонять! Чё? Так, нормально, нормально. Его заносит понемножку. Сколько едешь? 380. Слушай, а почему моя машина быстрее твоя ебла? Чё ты думал, что ты мне будешь делать? А я чисто... Мне кажется, я на поворотах лучше захожу. Больше привыкну. Чё у тебя там было? Добил по встречке, сука. А почему я их всех объезжаю, а ты нет? Вот он, вот он у меня на хвосте. Ну? Ну? Обгоняет, обгоняет. Сука. Мне зависло. Есть! Подожди, кто выиграл-то? Я выиграл, я тебя объехал. Я не увидел, как я тебя объехал, но подожди. Я впервые тебя ехал. Получается, ты победил? Получается, я победил. Господи, как это было сложно. Не, Жек, Жек, у тебя тащика вообще бешеная. Ну, я не знаю, у меня, у меня, вот я удивлён, что я вот реально, когда замерял, мне казалось, что моя машина, реально у неё меньше разгона. Мне просто, мне кажется, что я всегда просто быстрее тебя стартовал. Ты меня на полсекунды позже стартовал. И то, что у тебя машина, типа, быстрее, это нивелировало, понимаешь? Даже вот на светофоре. На светофоре, когда было честно, я всё равно раньше тебя сообразил. И поэтому твоё преимущество, оно просто пропадало. Фух, пацаны, это было очень жёстко. Но, знаешь, как я скажу, поздравляю тебя с Химерой, теперь на ней будешь устраивать свои гонки. Надеюсь, что ты больше на ней выиграешь, нежели на Вейероне, потому что это действительно классная тачка. И я бы даже сказал, получше Вейерона, как бы то ни было. Поэтому, поздравляю с победой. Спасибо тебе. Давай поедем, ты мне сначала её передашь, а потом будешь поздравлять. Я тебе реально благодарен, что тебе не жалко ни Авинтадора, ни Химеры. Не каждый человек будет согласен такие бабки поставить на конку. Ну, знаешь, я тебе скажу, что как бы это ни было, то деньги всегда жалко. Это конка, и она называется ключ на ключ. К твоему, к счастью, к моему сожалению. Ты такой щедрый. Я выиграл. Ой, да, правильно я иду. Ну шо, поехали, передам тебе Химера. Давай. Пацаны, какой-то бред, Жека не может подтвердить свой Майл. Но мы тогда с дружляком это всё тогда утрясём, и он мне передаст эту Химеру. Может, оно и к лучшему. Но, да ладно. Да, с дружляком решите этот вопрос. Короче, пацаны, что мы по итогу имеем? У меня есть Химера. У меня есть моя любимая тачка. Но я не буду продавать Бугатти, потому что я считаю, что это моя любимая машина. Я на ней выиграл эти все гонки. Она мне принесла победу. Она мне очень нравится. Она мне нравится даже больше, чем Химера. Химера, она реально очень крутая. Она и современная. И вы посмотрите, у него выхлоп, блин, на крыше. Это удивительный автомобиль. Но Бугатти и Верон всё-таки. И тем более у нас путь к бомжа, к миллиардеру. Нам нужны деньги. Химеру, к сожалению, я думаю, мне придётся в следующих сериях продать. Может, обменяем на бизнес, на ещё что-нибудь. Следите в следующих сериях. Но, к сожалению, с Химерой мне придётся попрощаться. Кстати, я вам хотел что сказать. Многие мне говорили, братан, у тебя слетел нефтенасос, тебе должны вернуть деньги за бизнес. Ты попишешь Return Money, когда у тебя слетает дом. То же самое происходит с бизнесом. Так как госстоимость нефтевышки 100 миллионов рублей, тебе должны 70 миллионов вернуть. Я прописываю Return Money, верну деньги за бизнес. У вас не забирали бизнес за него плату. Меня не опечатывали бизнес, он просто слетел. Поэтому даже 70 миллионов рублей я с него не получил. Поэтому всё, что у меня сейчас из денег есть, это 10 миллионов рублей на руках Bugatti Veyron и Gimera. Которая где-то стоит на боу-рынке лямов 80, наверное. Может, больше, не знаю. Ну что, Джек, будем прощаться? Да. Всем пока. Гимера топ. Подписывайтесь на Женю Люшова. Ссылка на его канал будет в описании. Он делает самые лучшие стримы. Подписывайтесь на меня. Смотрите новые серии. Всем спасибо. Пока.